Во имя, отца и сымичьи одного дуганами. Ура! За здравие присутствующих целого ведра Амала. Так необычно начался республиканский семинар совещания руководителей ветеранских организаций на земле Оксубаевской. ПЕСНЯ Конечно же, на совещании поднимались серьезные вопросы. Как-то обеспечение помещениями, оснащение современной техникой рабочих мест, связь со средствами массовой информации и другие. Но в разговорах о передовом опыте лучших в тени проблем затерялись сами руководители первичек. Каково им, общественникам, вынужденным искать содействие, в защите интересов своих подопечных на самых различных хозяйственных и административных уровнях. Не секрет, что решение социально значимых проблем не может быть плодотворным без поддержки государства. А точечное финансовое вливание ведомств организаций и спонсоров в большей мере зависит от скромного обаяния просящего. И не всегда успешно. А к Субаевскому, лидеру ветеранской организации, есть что сказать. Порой холуарные обсуждения бывают много эффективнее казенных слов. Ну а зрителя можем порадовать оптимизмом старшего поколения. Надо у холода брать тепло. Вот мы и стараемся. Вот когда зима, 20 градусов, 25, Я в тапочках хожу по снегу, общаюсь, значит, во дворе у меня там собака красивая есть. Похожу, обольюсь, захожу домой, но иногда забываю тряпочку взять, руки пристают к железной ручке. Но ничего особенного нет, особенно приятно обливаться на большом морозе, потому что холодная вода, она уже в это время встает, теплая бывает. Совет ветеранов у нас, он контролирует полностью жизнедеятельность района и направляет руководство района. Благодаря Совету ветеранов, то, что они везде, взаимодействуя с каждым населенным пунктом, они собирают информацию, кто как живет и что, где, чего не хватает. И когда на заседаниях и конференциях происходят ветеранские вот эти собрания, они выносят решение, обсудив их, выносят решение, что вот именно главе представить для руководства района. И всегда, когда, значит, получаем решение, глава всегда говорит, вот наша сегодняшняя с вами задача, которую мы всегда должны с вами совместно с Советом ветеранов делать и отчитываться перед ними. Январь, февраль, время зимнее, ПЕСНЯ 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 И если администрации поддерживать не будет, то нам тут и сидеть нечего, и никакие вопросы ставить нечего. В кабинет вложили в этом году 100 тысяч на ремонт и 30 тысяч на приобретение мебели. Компьютер нам дал Совет ветеранов республики. Это, видимо, значит, деньги были выделены нашим президентом. Но у нас есть ноутбук, который нам подарили спонсоры нефтяники. И, значит, так что мы в этом плане снабжены. Общественная работа зависит и от администрации, и от того, с кем работаешь. Вот у меня хорошие помощники, вы, наверное, сегодня увидите, убедились. Значит, замечательный заместитель председателя Совета ветеранов Галины Павловны Бабковы, члена президиума. Сегодня хороший председатель литерарской организации Кабира Шавкат Галимзианович Новый Брайкин был. Он очень, значит, товарищ обаятельный. Он создал музей в Новом Брайкине. Создатель музея краеведческого. Он уникальный человек, большой товарищ. Вот Галина Павловна тоже, моя зама, пришла с музея. Она отдала 20 лет этой работе. Что такое музей? Это история прошлого. Это история настоящего. И помогает, и по любому вопросу. Не только вот оборудование, не только, значит, то, что мы вот сегодня имеем в наличии, как говорится, у нас. Мы сегодня еще больше и дальше идем. Мы думаем, значит, работать в этом направлении, иметь свои гранты, и чтобы гранты выиграны. Нам так нужны деньги сегодня. Вот те могилы, что сегодня говорили в этом, на нашем сегодня семинаре. Нам нужны восстановить могилы бесхозные, у которых родственников нет, а они являлись участниками Великой Отечественной войны. Сегодня приятное событие у нас в районе. Проходит республиканский семинар совещания, который организовал председатель Совета ветеранов Хавир Газизович Иштеряков. И очень приятно, что было вручено благодарственное письмо главе нашего района Камиль Камаловичу от Республиканского совета ветеранов. Действительно, нужно отметить, что сегодня в республике и в районе много внимания руководствам республики и района уделяется жизни ветеранов. Глава района Камиль Камалович постоянно ведет связь с Советом ветеранов. У нас в районе обеспечено жильем ветеранов 330 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших. И еще осталось вот 6 человек, над которыми мы сейчас и работаем, чтобы обеспечить и полностью программу правительства выполнить до конца. Сегодня те ветераны, которые не попали под программу правительства обеспечения жильем, уделяется внимание по ремонту их жилья, капитальному ремонту, текущему ремонту. Мы тоже помогаем. Наш глава, он наш, Аксубаевский, он трудится, у него другого ничего нет, он, значит, строит, хотя сегодня денег нет. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я прошел эту школу, я 8 лет председателем райисполкома работал, знаю, что кому, чего и как дают. Но вот сегодня нет ничего, тяжело жить, но все-таки изыскиваем спонсоров, изыскиваем, значит, сегодня организации, не вылезаем из кабинетов министров, министров, министров финансов и других. Просим деньги и делаем. И я уже вот дальше в своем докладе говорил, что там, где малые населенные пункты, сегодня уже делаются и дороги, и создаются клубы, строятся, и сегодня старые, что можно, евроремонтом ремонтируется. И сегодня жизнь поднялась, и народ как-то, значит, всколыхнулся благодаря нашему совету ветеранов республики Ваглами Хабира Галезовича, то, что сегодня балкаешь сияние. Сегодня же люди не просто доживают, не просто живут, а, значит, ему надо идти на репетицию. А наступит май, расцветет кругом, в губких лавышей, вы с тобой найдете, любовь моя, Богом дам моя, А лыть лет зари, Минная лярная. Еще одно направление работы, это вспоминания участников Великой Отечественной войны. Поскольку у нас участников Великой Отечественной остается мало, наш опыт, ихними вспоминания для патриотического воспитания молодежи подрастающего поколения бесценен. Великой Отечественной войны Очень хорошо в поселке городского типа Аксубаева организованы вопросы учебы молодежи. Спортивный комплекс посмотрели. И то, что мы здесь увидели, нам очень понравилось. И нужно передавать опыт Аксубаевского района и другим организациям. Большая поддержка ветеранской организации, самим ветеранам со стороны администрации района. Я пользуюсь моментом, чтобы выразить общественную благодарность руководству Аксубаевского района за эту деятельность, за внимание к ветеранам, за внимание к участникам войны, за внимание к пенсионерам, проживающим на территории Аксубаевского района. Спасибо. Есть у нас Мануилов Александр Леонидович. Он возглавляет Волгокредитбанк. Когда мы с ним общались, что можно сделать для ветеранов? Ну, когда мы подумали, давай по телевизору, если сможешь, что-то я помогу. Нет, он сказал, именно я сам, сколько надо. Вот тогда было 25, а когда у нас оказалось не 25, я говорю, на 43, остановись на 43, вот эти 43 телевизора, все это было подарено. И они с восхищением, они с удивлением приняли, действительно такой подарок. Замечательный подарок ко Дню Победы получил каждый из 43 Аксубаевцев, участников Великой Отечественной войны, по телевизору. Весомо и солидно. Об этом факте с уважением говорят в народе. И еще долго будут хвалить поступок земляка-предпринимателя. Пошел в историю. Телевизор еще что. Вот он православный храм строит в родной деревне на свои средства и обещает. При открытии, я уже не раз это говорил, то, что будет два раза в день. Это бесплатные рейсы для пенсионеров. С Нурлат в Егоркино. Это за счет моих средств. Обязательно это будет бесплатно, чтобы пенсионеров возили туда молиться. Это не моя прихоть всего лишь. Это моя дань уважения. И мало только того, наверное, что все-таки я обществу задолжал. И поэтому я не хочу свое признание упаси Бога. Я всего лишь, знаешь, я людей люблю, поэтому я, наверное, так живу. Мы тоже, хоть общественные у нас организации, но мы тоже хотим жить, как и все люди живут. Вы, наверное, видели, как живут в городах сегодня. Все-таки там большие спонсоры. У нас сельское, у нас, мы село, сельчане. Нам в этом плане сложно. Но все-таки живем. И спасибо, что вот сегодня провели такой хороший семинар в нашем сельском Аксубайском районе. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...